Ну, возможно, вы правы, возможно, Запад уже ищет, договаривается даже в эти минуты с устранителями Путина, да, но говорят, что Путин в очередной раз мог принять худшее решение из худших, и в Кремле ходят слухи, из Кремля вышли слухи о том, что Запад предлагал Путину, в общем-то, выйти из этого всего дипломатическим путем, он выходит на границы до 23 февраля, дали ему время на раздумья, этим объясняется и задержка потанков по объявлению этой помощи, ну, Путин повел себя неадогматно, якобы начал выдвигать невероятные условия, Запад уже махнул рукой, послал Вову подальше и решили добить все-таки этот режим и лично Путина санкциями и оружием, ну, и последние две недели мы просто вал помощи видим. Может ли такой вариант иметь место? Может, такой вариант иметь место, но самое главное, что Запад долго очень не понимает самые главные вещи, что Путин – это отыгранная карта, что все, с Путиным даже нет смысла разговаривать, то есть надо раз и навсегда понять то, что озвучил президент Зеленский. Президент Зеленский принял официальный документ о том, что можно переговориться с Российской Федерацией, но ни в коем случае, ни при каких условиях, больше не будет никаких разговоров лично с человеком под названием Владимир Владимирович Путин. Он является нелегативным руководителем этой страны, он является военным преступником, и все, точка. И вот как быстро это Запад тоже поймет, и как быстро Запад поймет, что в эту игрушку можно играть против Путина с его окружением. Все, вот надо сдавать Путина, и Западу надо дать понять этому окружению, что оно должно сдать саму Путину. То есть оно должно сдать, делать то, что делали сербы. Сербы выдали в Гаагу Милошевича. Сами выдали в Гаагу Милошевича. И россияне, российское руководство, российская элита должна сама выдать Путина в Гаагу. Вот это единственный выход из создавшего положения. И, кстати, Владимир Зеленский в этом смысле говорил так же, обращался когда в Давосе. Он говорил, а с кем мне тут переговариваться? А вы уверены, что вообще это реальный человек? Вы уверены, что его не убили, что он не убил, что это не двойник какой-то, что это не человек вообще? И это воспринималось как троллинг. На самом деле это была очень серьезная вещь. Просто Владимир Зеленский ее сделал классно, как человек, который знает, что такое коммуникации и театр. И он дал понять, что, ребята, все, Путин – это отыгранные карты. Чем быстрее все поймут с обеих сторон, и с западной стороны, и с российской стороны, что Путин – это отыгранные карты. И весь разговор должен вести за его спиной. И за счет Путина – это тем быстрее мы найдем выход из этой войны. А, возможно, Зеленский намекал на то, что Путина уже и не существует. Тему двойников уже давно развивает Гуданов. Президент Украины впервые, да еще и на такой площадке, там каждое слово выверяется в текстах, понимаете? Очень непросто так он об этом заявил. Вот вы как считаете, при условии наличия двойников, Путина уже могли ликвидировать на сегодняшний день? А его роль исполняется пицца. Да Путина могли ликвидировать еще в 2006 году. Я в нашем интервью уже говорил. Да, то есть его могли ликвидировать уже давным-давно. Его могли ликвидировать в 2015 году. Его могли ликвидировать в 2019 году. Не важно. Главное, самое главное, вы знаете, это, вот, кстати, вы правильно сказали, что сослались на Кирилла Буданова, который тоже говорил о том, что, да, вот, бойники у Путина есть. То есть он развивал эту теорию. Эта теория не имеет значения, реальна она или нереальна. Это, вот, для публики это имеет, да, публик, конечно, обсасывает все эти детали, публику это чрезвычайно интересует. Мне, кстати, регулярно задается этот вопрос в интервью, считаете ли вы там, что эти выники есть или нет. С точки зрения высшего руководства Украины, которое разговаривает с высшим руководством Соединенных Штатов Америки и Западной Калинии. Это не имеет никакого значения. Просто Кирилла Буданов и Владимир Целенский дают возможность этому руководству западному понять, что это выход из положения. То есть вот мы вам даем сценарий. Вы просто сами объявляете, что человек, который появляется в последние два года, этот войник, он к Путину не имеет никакого отношения. И все. Правда или неправда не имеет никакого значения. Если 50 человек, 50 глав государств скажут, что это войник, то даже если будет настоящий Путин, он никогда не докажет, что он настоящий Путин. Я тоже слышал уже такие версии некоторых экспертов, которые говорят, что вполне могла быть запущена операция «Савозванец». Это когда двойника поставили на трон для переходного периода, но он за это время мог успеть заручиться поддержкой окружения, военных и так далее. И, в общем-то, начать править от имени другого человека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова